Ставропольский Благовест Это грех Но я ее осуждаю Так хочу я поступить по воле Божией Или не хочу Я понимаю, что лучше Не обманывать самого себя Но если я не обману То сам проиграю И так я знаю, как поступить по воле Божией Но поступаю вопреки ей Такие мы на словах В делах А уж в мыслях и говорить не стоит Какие должны Быть наши мысли Верующие люди знают Что они должны быть чистыми А что на самом деле творится В нашей голове Оказывается, мы знаем волю Божию Но следуем ли мы ей О, если бы мы Начали поступать по воле Божией В том, в чем мы Не сомневаемся Если бы мы начали поступать По воле Божией там, где мы Отчетливо видим ее То мы бы постепенно начали бы Видеть дальше Зрение бы наше Очищалось И мы начали бы поступать По воле Божией там, где сейчас Находимся в растерянности И не знаем, как быть Неверные в малом Будут неверные во многом Сказал Христос в Священном Писании Мы неверны Мы постоянно неверны И лжом мы лицемерим И притворяемся Мы точно знаем, как поступить По воле Божией И мы не следуем этому Воля Божия заключается В согласованности Разума и совести Мой разум предполагает Как надо поступить И совесть ему говорит Вторит Да, это будет правильно Совесть и разум Вот точка пересечения Двух главных линий Правильного поступка Есть мнение Что возникновение Препятствий На пути Свидетельствует о том Что это не воля Божия Один из великих святых Святой Варсонофий Великий Живший в шестом Столетии Призывал Познавать волю Божию Из внешних обстоятельств Когда я вижу Что так правильно И так необходимо Не только для меня Но и для других Для окружающих И если я вижу это ясно То не стоит обращать Внимание на препятствия Которые возникают На моем пути Нужно делать Нужно действовать Если только мы Не упираемся В глухую стену Вот Когда мы упираемся В стену То приходится Остановиться Не надо ее ломать Ничего уже Не сделаешь На стену Лезть бесполезно Старайтесь понять Постичь Уразуметь волю Божию Из внешних обстоятельств В которых Вы находитесь Лучший образ доверия Богу Показывает Святой апостол Петр Когда Напуганный Бурей И видя Спасителя Идущего по водам Он решается По его слову Вступить на эту Бурную воду На волнующемся море И по нему Пойти Вот так И человек Должен решаться Довериться Богу Поверить Что ты сделаешь Шаг И не утонешь Потому что Господь Тебя поддержит Есть такой образ Мыслей Которая безусловно Помогает В вере в Бога Укрепляется И Укрепить Может Нам на самом-то деле Кроме Бога Абсолютно Некому доверять Доверять людям Ну Они существа Непостоянные Несовершенные Они все время Подводят Иногда по собственной воле Иногда против Собственной воли Доверять Самим себе Но Лучше нас Никто не знает Насколько Сами мы Неверны И непостоянны Некому Доверять Кроме одного Богу Господь нас любит Какими бы мы Не были Он нас всегда Хранит Спасает И защищает Доверяться Надо только Ему И чем больше Человек об этом Размышляет Тем больше У него доверия К Богу Хотя безусловно В начале доверия К Богу Требует от человека Некого Подвига Некой Решимости А вот Впоследствии Когда Оно превращается В навык То становится Некой Как говорил Святой Преподобный Старец Паисий Афонский Ниточкой Которая Постоянно Протянута Между нами И Богом Некой Непрестанной Молитвой Богообращенной К нему К Богу И к человеку Потому что Можно и не Произносить Никаких слов Но в этом Чувстве Доверия Надо жить Это то Что нас С Богом Соединяет И укрепляет И укрепляет 9 мая В день Пообеда Метрополит Ставропольский И невинномысский Кирилл Совершил Заупокойную Литью По погибшим Воинам Великой Отечественной Войны Труженикам Тыла И всем Невинно Убиено На богослужение Которое прошло У мемориала Вечная слава В краевом центре Собрались ветераны Общественники Представители власти И жители города Истопение Исполнил хор Ставропольской Духовной семинарии Под руководством Регента Ермогена Гриценко Вместе с руководством Края И города Владык возложил Цветы К мемориалу Бойцы Именно которых Высечи На плитах Мемориала Пали в бою Освобождая В 1943 Году Ставрополь От фашистов С 1941 По 1945 Года На фронтах Великой Отечественной Войны Сражались 320 тысяч Ставропольцев Половина из них Не вернулась домой Потери Среди мирного Населения В результате Фашистской Окупации Превышает 30 тысяч Человек 12 мая Накануне Дня памяти Свидетеля Игнатия Епископа Кавказского И Черноморского В Старопольской Духовной Духовной Семинарии Прошел Актовый День Посвященный 175-летнему Юбилею Духовной Школы Также Мероприятие Было Посвящено 800-летию Святого Благоверного Князя Александра Невского В актовом Зале Духовной Школы Собрались Ректор Митрополит Ставропольский И Невиномыс Кирилл Епископ Георгиевский И Просковейский Гедеон Первый Проректор Ставропольской Духовной Семинарии Протерей Павел Самойленко Преподаватели Студенты Пасторского Отделения Эрегинской Школы Сотрудники Ипархии И многочисленные Гости Мероприятия По традиции Торжество Началось Общей молитвы Христос Воскресе Христос Воскресе Измер Мы Смертью Смерть Поправ Исущим Ограбежи Он Дорома Исполай Тебе Затем С приветственным Словом Обратился Митрополит Кирилл Владыка Поблагодарил Всех Собравшихся И поздравил С праздником Ваше Преосвященство Дорогой Владыка Геон Уважаемые Наши Ректора Наших Главных Вузов Города Края Нашего Дорогие Отцы Дорогие Гости Студенты Преподаватели Воспитатели Братья И сестры Христос Воскресе Христос Воскресе Сегодня Я В своем Кратком Докладе Несколько Смогу Напомнить Те страницы Создания Деятельности Страницы Печальные Трагические Закрытия Семинарии Нового Открытия Семинария Открывалось Трижды Трижды И это Безусловно Надеемся Уже Последнее Открытие И больше Не будет Страниц Нового Закрытия И нового Открытия И это Говорит о том Насколько Непростая Судьба Нашей Страны Нашего Народа А значит Непростая Судьба Каждого Человека Живущего И Крестьянина И инженера Рабочего Ученого Судьба Священника Судьба Преподавателя Вуза Или Духовной Школы Ректоров Студентов На самом деле Все это Очень и очень Непросто И По милости Божией Все таки Мы Сегодня Когда нам Было открыто Третий раз В 1989 В 1989 Году На последний день Она уже выпустила Почти Тысячу Выпускников И Это Огромный Вклад В развитие Церкви В развитие Народа В развитие Страны Также С приветственным Словом Выступили Епископ Георгиевский Просковейский Гедеон Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов Представитель 49-й Общевойсковой Армии Южного Военного Округа И Исполняющий Обязанности Ректора СТГМУ Виктор Мажаров Далее С докладом Выступил Ректор Духовной Школы Митрополит Ставропольский И Нинамысский Кирилл Владыка Рассказал Об истории Семинарии И о том Как Школе Храму Храм Святителя Игнатия И Епископа Кавказского Черноморского Небесного Покровителя Духовной Школы В конце Мероприятия Традиционно Была совершена Заупокойная Литияна Могила Ставропольских Архипастерей Митрополита Антония Романовского Архиепископа Антония Завгороднего И Митрополита Гедеона Докукина Покоящихся В Некрополе На территории Собора Апостол Андрея Первозванова Завершилось Мероприятие Общим фото На сегодня все Храни вас Господь Господи Отзвак Тебе Услыши Мя Вон Мин Глаз Умоления Мое Бог Внек Да Озвати Мин К Тебе Услыши Мя Господи